всем привет меня зовут анна мне 46 лет у меня трое деток и мы переехали в эту квартиру два с половиной месяца назад сегодняшнее видео не такое как обычные мои видео 3 года я снимаю влоги каждый день и сегодня это не влог а разговорное видео о том как я продала квартиру и наконец-то я вам открою тайну кому я ее продала я уже говорила что не человеку это действительно так и я не знаю какой длины получится это видео потому что иногда мне кажется что это так просто я вам сейчас за 5 минут скажу а когда я начинаю думать поподробнее я думаю это нельзя упустить это поэтому мое видео может оказаться слишком длинным вот такое вступление если оно получится действительно больше получаса то я его прерву и сделаю может быть вторую часть итак предыстория мы жили на парнасе в той квартире которую я продала 6 лет могу плюс-минус полгода упустить и начали мы продавать квартиру мы это я николай второй в марте 2022 года продала я ее 30 декабря 2022 года она шла покупателей я в ноябре в начале ноября то есть с марта по ноябрь я чередовала месяц с агентом продавала квартиру месяц сама опять опускались руки опять брала агента месяц смотрела как агент работает не хочу никого обидеть все агенты разные все по-разному работают и снова брала все свои руки сама так я чередовала и на момент когда этот покупатель на нашел я сама выставляла свое объявление на авито но хочу отдать должное в тот момент мы как раз разорвали договор с агентом и она уже после договора очень-очень хотела продавать мою квартиру но надо сказать что не все меня устраивало не хочу никого обидеть может кто-то из этих трех агентов когда-то посмотрит это видео я хочу сказать что я в принципе очень не люблю агентов и эти три агента которые у меня были они мне очень-очень нравились очень я их выбрала они мне очень чем-то зацепили что-то мне приглянулось но потом все равно мне не нравилось как медленно движется дела и может это не от того видите как я долго распинаюсь я сейчас подумала что кого-то обижу может от того что весь рынок как говорится стоял из-за ситуации которая была в мире рынок стоял то есть в марте все бросились покупать и там рынок очень быстро быстро двигался а раз мы не успели то потом все остановилось сколько было просмотров моей квартиры за это время может быть два-три просмотра в месяц вот не больше хоть я выставляла объявление хоть они они меняли фотографии не хотел предыдущий агент брать фотографии предыдущего агента они говорили мы хотим свое приводили следующего профессионального фотографа с установкой с большим фотоаппаратом делали полную уборку помогали мне каждый агент помогал все трое и не знаю так всегда делают или нет я была очень удивлена и все заново фотографировали красиво и делали новый текст объявлений ничего не происходило что произошло в октябре агент привела ко мне женщину которая очень необычным образом осмотрела квартиру она не задала ни одного вопроса про мебель что остается всегда спрашивают покупатели она посмотрела как приклеены обои посмотрела какая сантехника спросила нет ли перепланировок и ничего больше не спросила что обычно спрашивают там тепло холодно и так далее дальше она сказала она посмотрела очень быстро квартиру меньше двух минут сказала садитесь будем разговаривать я думаю хорошее начало женщина в возрасте она поведала мне такую сказку в которую я в общем-то готова была поверить но было очень как-то тревожно и мы не стали с ними сотрудничать они не стали сотрудничать с нами эта женщина сказала сейчас я вам это расскажу потому что это важно дальше что она представляет комитет имущественных отношений санкт-петербурга что они подбирают квартиры для малоимущих семей которым положено по очереди получить квартиру от города бесплатно она осматривает квартиру на предмет соответствия определенным нормам метраж не меньше 80 метров не больше скольки-то метров этажность может вру нет наверное не этажность старость постройки дома должен быть не очень старый вот ну и самая главная цена далее если квартира их удовлетворяет и наша квартира удовлетворяла полностью эти требования они рассказывают о том как будет проходить дальше собственно подготовка к сделке а не сделка сделка тоже очень уникальная необходимо сделать ремонт в квартире они будут делать ремонт в квартире в это время вы дорогие жители квартиры владельцы и прописанные обязаны ее покинуть на время ремонта я говорю что тут вы будете ремонтировать полностью все будем клеить другие обои ну хорошо клейте другие обои ее заинтересовала эта перепланировка которую я не считала перепланировкой в нашей квартире трехкомнатной 80 метров и 60 80 и 6 квадратных метров было два санузла один из них был переделан под инвалида это был евро душ в пол вода утекала в пол не было душевой кабины просто вода в пол не было шторки и второй санузел просто как я всегда думала просто перенесена дверь из коридора в комнату чтобы из комнаты заходить непосредственно в ванну с туалетом она сказала что это требует подробного рассмотрения и на следующий день она пришла со строителем который все это осмотрел и пошел считать сколько будет стоить им вернуть перепланировку на свои места поскольку моя перепланировка не была узаконена в свое время больше того я будучи кормящей мамой много лет назад не придала никакого значения тому что мы сделали перепланировку в квартире поскольку папа моих детей делал эту перепланировку я еще жила в другой квартире с маленьким Данечкой старшим сыном и думала ну он делает да там переделал там переделал и ни разу за эти годы мне не пришло в голову что это действительно перепланировка я всю жизнь знаю что перепланировки нужно узаканивать у меня была проблема с переездом из старого фонда из-за того что там какая-то там над дверью в колдовке была достроена вот так вот собственно стеночка ну над дверью да то есть как будто вход в кладовку а там просто был коридор раньше у меня даже из вот такой штучки была большая проблема и я ни разу за эти годы не подумала что это будет проблема оказывается что это перепланировка она не соответствует плану в документах и значит эта квартира должна быть переделана чтобы так как в документах так и была на самом деле схема квартиры и они будут это делать за свой счет при этом мы должны съехать он приехал все это обмерил записал и уехал считать это был тот месяц когда квартира выставлялась с агентом то есть она была дороже естественно чем потом я оставила я уже ставила дешевле чем агент и мне звонят и говорят ну во первых мы с темой очень нервничаем пока не считают мне звонят и говорят что они не потянут такой ремонт потому что они должны быть в плюсе а они там в плюсе не будут поэтому они отказываются от нашей квартиры и мы собственно понервничав тоже решаем что мы отказываемся от этой идеи они уходят дальше буквально через пару дней агент мне звонит и говорит что давайте там подвинемся пятьдесят тысяч туда пятьдесят сюда и мы не находим общий язык я уже просто в изнемножении я нервничаю что мы не переехали мы не нашли жилье вот как нам освободить вообще квартиру когда будут там делать ремонт, если, ну ладно, вопрос денег, да, нету денег, но у меня есть инвалид, и нам не подойдёт любая квартира, нам нужна квартира с хорошим душем, который в пол, где мы найдём аренду на месяц или две недели. Представьте себя, вы сдадите квартиру на месяц маме с тремя детьми, один из которых инвалид-колясочник, то есть это недолгосрочная аренда, не на длительный сок, это что, посуточная аренда? Непонятно, как это сделать, и мы, в общем, расслабляемся, всё, и отказываемся от этой идеи. Я размещаю снова объявление, как от себя, без агента. И что вы думаете? Я ставлю цену ниже на 300 тысяч. Мне начинают звонить вот с этим предложением новые-новые люди. Это не агенты, это посредники. Ну, может, это агенты. Короче, они вот подбирают квартиры, а дальше с ними уже не видишься. Так, кто-то пришёл. Так, ходят к старшему курьеру. И когда я поняла, что эта схема действительно существует, точнее, я это поняла только сейчас, когда всё закончилось до этого, я всё это время сомневалась и думала, что нас сейчас кинут и останусь без всего. Я соглашаюсь. Итак, дальше что происходит? После того, по схеме, по их, после того, как сделан ремонт, ну, в это время готовим все документы, очищаем форму 9, чтобы там никто не был прописан, подбиваем все долги. Это отдельная песня. Вы можете смотреть мои видео, как мы были в Петроэлектросбытии, где очередь 90 человек перед нами была, или 80, я уже не помню этот кошмар. Нужно было, чтобы не было ни копейки долгов, потому что это покупал комитет имущественных отношений. Это не человек, с которым можно договориться, что ничего, я переплатила 3 700, давайте вы мне перекиньте на карту. Нет, ничего, это невозможно. Любая копейка их тревожила. Нужно было по нулям. Капремонт весь оплатить, квартплату, свет. Все счётчики были перефотографированы на 100 раз, чтобы там не было долго, чтобы квартира была по копеечкам, по нулям, прямо вот ровненько-ровненько. Поэтому то, что вы мне писали, что справка о задолженности – это каменный век. Нет, справка о задолженности подтверждает, что в квартире нет задолженности, чтобы её выдать людям, которые ни капельки не виноваты в том, что я сделала там какой-то долг, а у меня, наоборот, переплата. У меня не долг, а, наоборот, плюс. И чтобы их это ничего не тревожило, вы поняли. То есть покупатель квартиры является Российская Федерация, город Санкт-Петербург, Комитет имущественных отношений. Вот от этого всего у меня замирало сердце 2 месяца, всё прошло хорошо. Далее. Ремонт нигде не прописывается. Ни одной бумаги о том, что это ремонт. Сейчас скажу, какие я подписывала бумаги. Начинаю нервничать, у меня заканчивается время. Мне пора бежать. И после того, как делается ремонт, я подбиваю все документы, всё чисто. Подаются документы в Росреестр. Не покупая квартиру. Сначала подаются документы в Росреестр. И квартира от меня переходит в собственность Комитета имущественных отношений. И только после этого, в течение 7 дней рабочих, деньги переходят на счёт. Вот этот момент самый стрёмный. То есть они искали не только квартиру, подходящую по этим параметрам, но и человека, который на это соглашается. Потому что выехать на время ремонта, потом отдать свою квартиру и только потом получить деньги, вечером стулья, утром деньги. Это очень сложно. Мы на это пошли только потому, что квартира никак не продавалась. Я вас ни в коем случае не подбиваю пуститься в такую же авантюру и неизвестно где жить. Когда я согласилась на это всё, к нам пришёл некий Ростислав, который вот этим всем управляет. Он не прораб. То есть он лицо, которое берёт мою квартиру. И мы подписали такой документ. Я такая-то, такая-то в лице Ростислава, выставляю свою квартиру, что-то там аукцион, какой-то аукцион надо было выиграть квартирный, чтобы комитет имущественных отношений её выбрал. А после этого ещё, опять же, я в лице Ростислава подписываю госконтракт. Дело в том, что Ростислав, подписав госконтракт с городом, не переслал мне его. Он забыл. Он говорил мне, что есть госконтракт. И мы оба не думали, что его надо мне переслать. Он думал, я не знала. И эти два месяца я ничего не понимала, что происходит. Ну, честное слово, я ничего не понимала. Я задавала ему вопросы. Он говорил, Анна, четвёртый раз объясняю. И опять рассказывал мне вот эту схему, что мы делаем ремонт, что квартира была уже выставлена на аукцион. Она выиграла. И теперь мы подадимся в Росреестр. И вам тогда перешлют деньги. Вот это всё он мне объяснял. И я никак не могла понять, как это всё. Паника достигла уже пика. К концу декабря я побежала к нотариусу. Нотариус говорит, что вы подписывали? Где написано, что вы продаёте квартиру? Я говорю, я ничего не подписывала. Она говорит, как вы можете продавать квартиру, не подписывая? Я опять звоню Ростиславу. Он говорит, да что ж такое? Я вам сейчас пришлю госконтракт. Присылает мне госконтракт, который подписан в ноябре месяце, которым чёрным по белому написано. Я такая-то, такая-то в лице Ростислава. Продаю квартиру, комитет имущественных отношений. И этот контракт состоит из 16 или 19 страниц, где расписано всё подробнейшим образом. Если бы он прислал мне этот госконтракт, в самом начале не было бы проблем, я бы всё понимала. А теперь давайте мы завершим на том, что пришёл Ростислав и стал мне рассказывать, как будет дальше проходить наша жизнь, пока в моей квартире идёт ремонт. На этом я останавливаюсь, всех люблю. Вторая часть скоро-скоро выйдет. Кто хочет знать, как мы тут жили эти два месяца, пожалуйста, мои предыдущие видео за два месяца, за ноябрь 22 года и за декабрь 22 года. Я вам скажу, это чудо. То, что случилось, где мы жили и на каких основаниях, это чудо. Всех люблю. Пока-пока. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok